всем привет с вами ford и сегодня продолжаем обзор автомобилей в игре city car driving на этот раз я решил обозреть спорткары да не просто спорткары автомобили которые приближены к супер то есть они не такие мощные как суперкары но тем не менее не такие слабенькие как например там обычный спорткупе или что-то типа того и первая у нас на очереди бмв м6 в е63 кузове так не будем задерживать вас начинаем автомобиль данный идет с автоматической семистепенческой коробкой передач есть еще версии с механикой но их очень и очень мало было поэтому будем обозревать с автоматом выпускается данная машина 2006 года это предпоследняя генерация бмв 6 серии и вообще-то машинка такая у них получилась знаете вот спорная на любителя то есть она вроде бы и по дизайну и не уродливая и некрасивая и по динамике там тоже есть ряд вопросов но тем не менее своего покупателя она нашла и сейчас посмотрим что вообще себе представляет данный аппарат ну вот внешность данной машины все как всегда очень даже неплохо все красиво да просят меня те что говорят что я не разбираюсь в модах так вот нас внешне выглядит автомобиль видим какие-то такие уже колхозные наклейки супермен прозы сервис что такое так ладненько так пристегнулись снялись ручка завелись автомобиль очень мощный 500 у него 507 лошадей поэтому ехать он должен дай боже и так выезжаем на нашу дорогу посмотрим что же на такое вообще лично у меня всегда почему-то было какая-то такая знаете не призем данном автомобиле даже не знаю почему то есть вроде машина и неплохая и динамические характеристики как я уже сказал тоже должны быть неплохие но почему-то торгала и вот последняя версия этой бмв м6 тоже меня в принципе не вдохновляла но возможно потому что я на ней никогда не ездил и знаете судил чисто по визуальщине чисто потом как а как что они называются сейчас сам протестирую и уже сделаю какие-то свои выводы так конечно чувствуется мощность я еще практически не даю и она уже едет а ну-ка чуть-чуть газу нормально так нормально крутит по тормоза тоже отличные это конечно радует а ну-ка а ну-ка давайте давайте об газ пол пошла 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 ничего себе как она крутит уже 140 160 так обедим этот жук от греха подальше нормально и так видели я увернул достаточно шустро и как бы увернулся скажем так да машина интересная не спорю только вот я заметил ну что в плане экономичности она точно не будет экономичной потому что я только-только дотрагиваюсь до педали акселератора он и сразу рвет то есть автомобиль явно заточен под спорт и это неудивительно смотрите только вот наполовину нажимаю газ и она уже так нормально нормально крутит до 55 тысяч 6 до пяти с половиной накрутит при среднем нажателе и на акселератор я считаю это немножко многовато хотя если вы себе позволили данную машину я думаю вы с покупкой бензина тоже как-то уже разберетесь поставим на ручник пока светофор у нас уже очень хочется выехать на трассу посмотреть что она там из себя представляет ну вот вообще пока что позитивные отзывы честно машина заметно что очень комфортная потому что она такая знаете у нее форма такая знаете валкой она выглядит как корова вот я могу сравнить вот правда просят меня любители бмв с бентли континенталь что то есть что то типа около того бентли тоже выглядит бентли континенталь gt бентли тоже выглядит именно как то так знаете валка хотя на самом деле он и в гонках участвует он и хорошие динамические характеристики показать ох как она пошла дотягивает до 8 немножко держит на 8000 нет не спешит переключать скажем так дотягивает получается это тоже очень хороших хорошо потому что очень часто бывает что машины просто переключают течение машины коробки просто переключает нам до 8 и сразу следующий следующий это же прям дотягивает еще сейчас на трассу выйду еще раз вам покажу эту фишку очень интересно плане вождение приятная машина вы не подумайте что я там все автомобили хвалю нет есть реально такие знаете не очень машины которые даже вот заслуженно там считается одним из лучших в своем классе и тому подобное вот но тем не менее я как-то нахожу пути найти их не минусы и найти минусы такие очень даже сильные то здесь пока что я таких сильных минусов не вижу так у нас слева камаз ну что попробуем динамику включаем аварийку сейчас опять вам попробую показать как она докручивать смотрите об так крутит 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 восемь оп не ну тут что-то не задержала всем всем докручивает докручивает восемь видели как около восьми тысяч она держала так 200 километров в час уже нифига себе что-то я заговорился тихо-тихо-тихо куда да что ох нифига себе копейку аж как развернула вот такое лихать давай давай еще видели до восьми дошла доли секунды держит красота быстро и однако машина очень быстро трафик нам не позволяет нормально разогнаться но мы сейчас где-то постараемся все равно найти окно дабы оценить всю мощь данного агрегата блин что такое ладно отключим аварийку так опять вот вроде нас как окно появилось как же она едет 160 170 так 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 где бы здесь пропихнуться и очень быстро срабатывает ну сама сама электроника коробки передач на то на как я жму на газ то есть она не думает перехожу ли я спорт хочу я быстро ускориться не медленно точнее она думает но очень очень быстро то есть смотрите вот сейчас еду так мог и она сразу набирает так здесь уже правда нет где набирать вот опять газ и опять она пошла 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 и у нас красный то что ты будешь делать хоть берида разворачивается сейчас опять на трассу сейчас наверное так и сделаю развернемся здесь на перекрестке поедем назад на магистраль потому что ну реально хочется еще немножко покататься такая уже интересная машина здесь даже не сам автомобиль интересен я бы сказал а работа коробки вместе с мотором вот как то так то есть сама по себе машина ну но я же говорю и визуально она не есть супер там спортивной и вот подвеска сама по себе мягенькая комфортненькая и сказать что она там валит я бы так не сказал но тем не менее как только нажимаешь смотрите как она быстро схватывает 80 100 150 уже мы только начали ехать уже 150 тихо 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 видите не хватает и немножко жесткость немножко на такая волковаты ребята вы будете ехать или как причем подхват идет буквально вот так с любого момента идет подхват что вы 2000 едете крутить ее что не знаю 8000 она тянет одинаково смотрите две с половиной тысячи господа переключила на нижнюю и пошла уже 8000 смотрите какое неимоверное ускорение да порадовало это наверное одна из лучших бмв плане динамики на которые ездили серьезно то есть я конечно тестировал и м5 и м3 но вот такого вот такой эластичности в двигателе такого вот сочетания хорошего коробки и двигателя я не видел серьезно то блин ох как она же идет это просто 50 170 попробуем проскочить когда здесь конечно машина огонь так пока что нормально мы проезжаем но здесь мы наверно не пишемся уже так 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 пошла пошла хотя бы 200 нужно и раскачигали куда ты сворачиваешь ты шутишь 180 и и все ладненько вот такой у нас бмв пишите в комментариях как вам машина но мне действительно очень сильно понравилось я вообще не особый любитель бмв но вот именно это вдохновило конечно и так а второй у нас на очереди ягуар xк р с то есть машина должна чисто теоретически быть еще быстрее чем бмв потому что как я уже говорил у бмв идет 507 сил здесь же целых 550 потому что вообще вообще в спорт купе ягуара идет xк сначала потом идет xк р это типа как заряженный xк это как гольф и гольф gti и потом идет xк р с то бишь это как например в тех же volkswagen гольф р то есть машина очень мощная но вы подумайте 550 сил то есть она сейчас такую сумасшедшую динамику должна показать вообще машина выпускается 2006 года в плане коробки тоже стоит автомат но стоит он намного попроще чем той же бмв он здесь обычный трансформаторный трансформаторный шестиступенчатый и я не могу сказать это хорошо или плохо если считать динамик то будет конечно хуже но если считать практичность то вот обычный автомат будет получше чем какая-то какой-то хитроумный переключатель который стоял на бмв вот у нас внешний салон вы уже видели так наши электро сидушку надо подвинуть под себя далековато мы сидели пристегнулись так завелись драйв поехали ого это даже умудряется шлифовать ничего себе нормально нормально вообще ягуары в принципе мне нравятся автомобили хорошие при том и при том всем что они не банальны то есть если взять там немецкую тройку бмв ауди мерседес то они знаете уж пускай как бы они были не хороши не хороши хотя они очень хорошие и производители автомобили они немножко даже немножко сильно консервативные они боятся вносить какие-то новшества они боятся добавлять что-то новенького что касательно ягуара ягуар не не стесняется скажем так экспериментировать это конечно не китаец который по 10 моделей в день клепает но тем не менее оригинальности у ягуара намного больше так уже тоже хочется немножко дать ей ну-ка 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 слышим небольшую пробуксовку тоже неплохо вы знаете наверное не хуже бмв 150 160 а что в плане тормозов ну тормоза похуже похуже чем на бмв здесь уже спорить не буду в плане тормозов конечно автомобильчик проигрывает посмотрим как он еще будет подрывать ну как вообще коробка работает но пока что я вижу что коробка тоже похуже будет чем у бмв ну в плане на разгон по крайней мере так точно потому что как вы заметили на м6 там нажимаешь газ и она с любых оборотов с любой тяги с любым с любой скорости нажимаете на акселератор и она включает ту передачу что нужно вы не чувствуете ни рывка ничего вот вы она плавно и быстро переключает здесь сейчас посмотрим конечно так пока что пропустим а ну-ка а ну-ка сейчас резко газ пол задумывается реально задумывается и крутит только до пяти тысяч может конечно двигатель такой потому что на бмв до восьми кратила а ну-ка еще раз нет есть небольшая задумчивость автомат по явно похуже автомат похуже но зато надежный и зато он может переварить эту мощность и я более чем уверен что по сроку службы по сроку жизни он будет дольше ходить чем автомат на бмв это тоже плюс потому что я не думаю что ребята делали автомобиль мощностью пятьсот пятьдесят сил и просчитали то что их не автомат будет проигрывать динамики они делали упор на то что вы будете постоянно вваливать постоянно его нагружать и обычный и точнее необычный автомат робот там селиквитивные переключатели там трейл троллевали например как дсг у фейсвагена она просто напросто не выдерживает большие нагрузки и сто сто пятьдесят тысяч и все добрый вечер вашей коробке опять пробуем ускоряться уже сто семьдесят быстро я зараза явно не уступает в мв в плане динамики чуть-чуть подтупливает тормоза не такие сильные но тем не менее неплохо сейчас еще попробуем на трассе что он сможет что милиция проехала не за нами ли вдруг ну давай уже проезжай не тупи так выезжаем на дорогу вот и так аварийку газ пол чуть-чуть призадумалась но но нормально нормально пошла пошла и так сто сорок хорошее оскорение сто семьдесят сто восемьдесят сто девяносто куда что такое что это было что за автобус елки палки давайте еще раз попробуем но уже правда негде аварийку отключим блин этот сраный автобус нам все перебил сто девяносто удалось разогнать на бмв ехал двести три то ли двести пять что такое но все равно машина неплохая цена-качество тоже нормальная как для своего класса она наверное стоит что-то типа бмв но вот честно честно я бы взял бмв она мне почему-то ближе хотя тот же салон и внешность мне ягуара больше нравится и оригинальностью и сочетаниями и вообще но тем не менее как говорится бмв есть бмв блин что ж вас так много нельзя нигде при жаре немного так появилось окно газ в пол ох хорошо набирает 550 сил дает о себе знать 180 тормоза пищу поменять но тормоза всегда можно поменять поэтому я не думаю что это существенный недостаток машины в общем ладненько ребята на сегодня все пишем комментариях понравилось видео не понравилось какие еще машины хотите увидеть всем всего хорошего и пока